Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим подсистему казначейства в 1С Управления Холдингом 3.1. Подсистема казначейства подразумевает под собой 4 бизнес-процесса по большому счету. Это краткосрочное планирование управления ликвидностью, куда входит управление феномитами, их корректировка, формирование графиков расчета в договорах и платежный календарь. Второй бизнес-процесс – это осуществление платежей. Здесь у нас формирование заявок на плату, реестр платежей, формирование платежных поручений и обмен с банком. Третий бизнес-процесс – это управленческий учет, куда входит разнос к банковскому выписку. И, собственно, четвертый бизнес-процесс – это документы оборот, которые включают в себя валютный контроль, согласование заявок на оплату и согласование реестра на оплату. Прежде чем мы приступим к осмотрению конкретных четырех бизнес-процессов, давайте мы рассмотрим с вами настройки. Настройки могут выполняться, собственно, даже пользователями программы, не обязательно быть каким-то техническим специалистом для того, чтобы преднастроить по системам. Находится в разделе «Казначейство» – «Настройки казначейства». Давайте посмотрим, что у нас есть в пункте «Статей бюджетов». И здесь мы видим, что есть настройка статей по бюджетам движения денежных средств и по бюджетам доходов и расходов. Здесь мы можем настраивать статьи бюджета к виду операции. То есть это такой своеобразный мэппинг, когда мы можем указать, к какому виду операции какая статья бюджета относится. Причем это и к доходным расходам, и к движениям денежных средств. Во вкладке «Статей видов операции» – «Графика договоров» мы настраиваем статьи бюджета к видам операции. У нас есть в договорах графики расчетов. Мы к ним сейчас еще вернемся, мы их посмотрим. И для того, чтобы они автоматически присваивали статью бюджета, мы как раз вот здесь можем настроить. Например, смотрите, в оплате мы настраиваем статью движения денежных средств, а в начислении мы настраиваем статью доходов и расходов. И так мы можем посмотреть по каждому виду операции и присвоить свои статьи бюджета. Посмотрим, как платежный календарь, что у нас здесь настраивается. Горизонт краткосрочного планирования выстраивается в количестве днях. Это то количество дней, которое мы хотим видеть в платежном календаре для того, чтобы планировать оплату. Видимость просроченных платежей – это тоже в количестве днях выставляется для того, чтобы казначей мог видеть за какое-то количество дней, какие оплаты они были произведены. Если нам не нужно видеть просроченные платежи, тогда мы можем поставить ноль. Платежные дни мы устанавливаем галочками на тех днях, которые в нашей организации являются платежными днями. Не обязательно, чтобы все рабочие дни были платежными. В некоторых организациях это 2 или 3 дня. Настройка точных прогнозных значений. Здесь что мы настраиваем? Мы здесь настраиваем краткосрочное планирование, среднесрочное планирование и долгосрочное. Это то, что мы будем видеть в нашем платежном календаре. Сюда входят заявки, утвержденные и неутвержденные. Причем все делится на расход и на приход. То есть заявки, утвержденные, мы видим, что у нас по умолчанию стоит единица. Это полностью, абсолютно, 100% все утвержденные заявки на оплату попадают в наш платежный календарь. И эти данные мы изменить не сможем. Есть еще, например, заявки в качестве прихода. Это планируемые поступления денежных средств. Хотим ли мы их видеть в платежном календаре и в каком количестве? Потому что это планируемые поступления денежных средств. Это не значит, что 100% не все будут произведены, эти поступления. Не все к нам поступят. Поэтому здесь мы выставляем то значение, которое нам нужно. Например, 0,8% мы хотим видеть от планированных поступлений. Точно так же и заявки неутвержденные. Хотим ли мы видеть их в платежном календаре и в каком объеме? Их еще не согласовали. Мы не уверены на 100%, что действительно они поступят у нас в оплату. Но, наверное, какая-то часть все-таки поступит. Поэтому можно поставить на целых пять десятых. Неутвержденные планируемые поступления денежных средств. Наверное, мы пока не хотим их видеть. Вообще это все, конечно, регулируется и ставится под конкретные задачи. Операционные планы мы можем видеть. Утвержденные и неутвержденные данные бюджетирования. Но эти данные мы можем видеть только в краткосрочном и долгосрочном планировании. Мы можем настроить соответствие данных бюджетирования платежному календарю. Также мы видим цветовую раскраску платежного календаря для удобства казначей, чтобы он сразу мог определить, где есть излишек денежных средств на расчетном счете, где есть кассовый разрыв. И мог вовремя его устранить, например, привлечением кредита, либо переносом денежных средств между расчетными счетами. Здесь также оптимизация платежного календаря. Туда входит установка стоимости перевода между счетами, процент комиссии конкретации валюты и порог разницы стоимости кредита. Сюда же входят доступные варианты для оптимизации. Это те операции, которые казначей может выполнять без согласования, без вот всей этой долгой процедуры согласования заявок на оплату. То есть, если мы не хотим, чтобы, например, казначей мог без согласования изменять дату заявки, то мы просто снимаем галочку, и эта процедура будет недоступна для него. Ну, также, собственно, и внутригрупповод привод, ну и любые вот из этих приведенных операций. Управление договорами. Здесь мы можем установить маркер для того, чтобы автоматически формировался идентификатор платежа в договорах. Можем настроить автоматическое формирование заявки по графикам платежей. Причем мы не только устанавливаем, мы еще и устанавливаем расписание, по которому это будет происходить. Удобное понятение расписания, в котором мы выставляем даты, время, недели, месяца. То есть, вот какое количество дней, какое количество разный день. Все это выставляется в ручном режиме. Указываем, за какое количество дней нам необходимо, чтобы эти заявки формировались. И можем указать режим актуализации, который у нас будет по умолчанию выставляться. То есть, если, например, у нас изменение каких-то в первичных документах, например, изменилась дата поставки или какие-то изменения в графике в договоре, мы можем неактуализировать эти данные, мы можем создавать новые версии и обновлять текущую версию. При создании новой версии у нас будет сохраняться вся история этих изменений. И если мы будем обновлять текущую версию, то, конечно, история сохранится не будет. И вот необходимо понять, вот нужно ли, какой какой из этих вариантов нам необходимо применять. Заявки и платежи. Что мы здесь можем преднастроить? Мы можем автоматически отправлять на согласование с формированием уже заявки. И также указываем расписание, по которому это будет происходить. Указываем, за какое количество дней до желаемой даты у нас будут отправляться заявки на согласование. Выполняем переоценку заявок. Тоже с настройкой расписания. Можем автоматически переводить излишки денежных средств на мастер-счета. И здесь тоже будет такое же расписание. Мы можем также выставить расписание. Можем запретить создание платежных поручений на основании заявок. Миную реестр платежей. Если мы этот маркер установим, то просто без реестров платежей зайти и создать платежные поручения мы не сможем. Отражение фактических данных. Здесь мы уставляем маркер для того, чтобы у нас автоматически создавался документ отражения фактических данных. И вот на основании каких документов это будет происходить. Чтобы не вручную создавать. В разделе загрузка данных мы устанавливаем расписание, по которому у нас будет обновление с сервисом 11.0. Также загрузка курса валюты, это 1С. И загрузка ставок Моспрайм. В валютном контроле мы устанавливаем не подниму никакого количества дней. У нас будут формироваться две справки по валютным платежам, это СВО и СПД. В разделе «Претензионная исковая работа» мы можем устанавливать маркер, а также настраивать расписание, по которому у нас будет происходить оповещение сотрудников ответственных о приближении даты платежа. Там автоматически формироваться будут претензии по просроченной задолженности и оповещение ответственного о необходимости изменения статуса претензии. На основании акта сверки с нашими контрагентами, на основании других документов, если у нас есть просрочка в оплатах поступления, мы можем формировать претензии, там целая работа такая претензионная, есть статусы, есть возможность описания ситуации, выбор пьянению. Очень мощный раздел, претензионная исковая работа. И вот все эти варианты мы можем принастроить. Кредитные лимиты, контроль лимита, размещение средств. Прочее, здесь указывается ставка дисконсирования. Вот, собственно, основные такие настройки, которые необходимо выполнить перед работой с подсистемой казначейства. Начнем мы рассматривать нашу подсистему казначейства, как раз с формированием ВДС установки лимита. Лимиты могут устанавливаться двумя способами, это с помощью подсистемы бюджетирования, если она у нас уже преднастроена, либо операционным планом, который как раз в рамках казначейства. Для организаций, у которых применяется управление лимитами в системе, предназначено вот как раз два возможных источника бюджетных лимитов. Если мы говорим про подсистему бюджетирования, то источник лимитов этого вида имеет смысл применять в случае, если в целевой информационной системе внедрён процесс формирования и согласования бюджетов. Операционным планом использовать источник этих лимитов мы можем, он не требует наличия автоматизированного бюджетного процесса в рамках системы и предполагает ручную установку значения лимитов по бюджету движения денежных средств. То есть, например, если у нас в Excel где-то сформированы уже лимиты, мы их просто можем перенести с помощью операционного плана. Это гораздо проще, это значительно эффективнее. Давайте мы рассмотрим ещё виды операций. И у нас резервы входят в лимиты. То есть, получается, мы резервируем часть лимитированных уже денежных средств. И лимиты, и резервы у нас находятся в регистре накопления лимитов по бюджету. А вот планирование у нас в регистре накопления оперативных планов по бюджету. Ну, у нас как отдельная такая сущность, да. И вот мы тоже сейчас их рассмотрим. Давайте мы перейдём в систему. Настройки лимитов у нас происходят в разделе планирование и контроль. Параметры планированные и лимитированные. У нас есть три вида бюджета. Мы разведены с управлением холдингом, которые мы можем принастроить, которые мы можем применять. Пока посмотрим бюджет движения денежных средств. И вот здесь мы видим галочку, да, использовать. Что у нас из этого используется. В параметрах плана, да, у нас есть возможность выбора использовать или использовать. И периодичность планирования. В структуре плана мы видим как раз вот именно ту структуру, которая у нас будет отображаться в операционном плане. Варианты настроек мы их создаём и применяем. Мы можем для каждого операционного плана выполнять свои настройки, которые нам необходимы. Вот здесь мы настраиваем. Здесь мы можем выбрать, используется, да, сейчас я покажу, для всех операций, для лимитов, для резервов. Также мы выбираем горизонт планирования. Посмотрим, может быть и здесь смогу показать. Нет. Тогда давайте попробуем создать свой новый для того, чтобы все рассмотреть. Использоваться для каких операций. Мы можем выбрать конкретно для лимитов, резервов, либо планов. Можем установить для всех операций. Тогда, когда мы будем создавать операционный план, мы можем при любой операции выбирать тот, который мы предостроили. В горизонт планирования у нас есть свободный, скользящий, фиксированный. Фиксированный – это когда мы фиксируем конкретное количество периодов, конкретные периоды, и вот они у нас будут зафиксированы вот этим вариантом настройки. Скользящий – это когда у нас происходит, ну, допустим, да, мы запланировали на 3 месяца январь, февраль, март. В феврале мы можем запланировать, например, март, апрель, май. То есть у нас такое вот скользящие, мы выбрали 3 периода, но они у нас скользят. В течение года мы как бы можем выбирать другие периоды. Свободный – это свободный выбор периода, который вам нужен. Количество периодов здесь указываем. И, собственно, аналитики. Причем мы можем указывать, выбирать, где будет использование. Например, ЦФО можно указать не только в шапке, мы можем указать строки, и тогда в операционном плане мы можем построить один операционный план на несколько ЦФО. Также мы можем на несколько проектов построить один операционный план, если для нас это удобно, и сэкономить нам время, то можем выстроить. Можем указать даже не только в строке, но и в расшифровке. Ну, вот здесь мы видим, да, можно добавлять аналитики, контрагент, договор, статья бюджета, направление операции мы можем выбрать расход или его приход. Мы можем предостроить и выбрать определенную статью бюджета, для того, чтобы у нас именно по этой статье бюджета был операционный план. Параметры лимитирования. Здесь у нас мы указываем, какие параметры у нас лимитированы. То есть мы указываем, с какого месяца, периодичность, количество периодов, в какой валюте. Вот у нас есть три вида валюты. В валюте операции, функциональной валюте ЦФО и валюте управленческого учета. И действия при превышении лимита. Какие мы выберем? У нас есть три варианта не использовать, информировать и блокировать проведение документа. Что это обозначает? При создании заявки на оплату, если у нас система понимает, да, что идет превышение лимита и у нас стоит блокировать проведение документа, то инициатор не сможет провести этот документ. Он будет со статусом черновик до момента изменения. Мы можем информировать, в этом случае документ будет проведен, он отправляется на согласование, но у нас будет маркер красный, который будет символизировать о том, что внимание лимит превышен. Тогда ответственные на согласование будут уже рассматривать, следует ли пропускать данный платеж, либо нет. То же самое и для резерва. Вот мы это не будем. Еще мы рассмотрели параметры лимитирования статьи бюджета. Здесь мы указываем, какие статьи у нас будут лимитироваться. Причем, смотрите, мы можем указать не только статью, но мы можем указать и наличку в статье. Давайте вот эту откроем. В каждой статье можно указать до шести аналитик. И отдельно какие-то аналитики мы можем контролировать, какие-то нет. И контролировать лимит по статье. Вот мы видим, что лимитируется в 2021 году. Да, лимитируется периодичность 12 месяцев. Как раз вот в этом рабочем месте мы настраиваем статьи и аналитики, которые мы хотим контролировать. Давайте теперь рассмотрим операционные планы. Что мы можем увидеть в операционном плане? Когда мы его создаем, у нас, смотрите, есть предназначение. И мы можем выбрать, для какого бюджета мы хотим использовать операционный план. Вот мы выбираем бюджет движения денежных средств. И мы выбираем вид операции. Мы видим, что нам все три доступны. Выбираем период, с которым мы хотим установить лимит. И вариант настройки, как мы уже говорили. Есть несколько вариантов настроек, среди которых вы выбираете тот, который вам нужен. Валюту документа мы устанавливали в варианте настройки. Поэтому именно она у нас сейчас и есть. В данные планирования мы добавляем те данные, которые мы указали в варианте настройки. То есть у нас здесь вот цифру мы указываем. Далее мы можем указать проект. Статью бюджета. Например, оплата комплекта мы еще взяли. И указываем вот конкретные суммы по конкретным месяцам. То есть, например, 500 тысяч. И вот таким вот способом, легким, мы вводим эти лимиты. Нам не нужно никакие проводить дополнительные, строить таблицы, еще что-то. Мы переносим из уже существующей таблицы, из каких-то уже источников данные в наш операционный план. Мы можем добавить следующее и следующее и следующее. Столько, сколько нам необходимо. Здесь мы видим контроль документа. Результат, да? Ок. Если контроль документа не проходит, то это будет символизировать классно. Давайте еще посмотрим резервирование. Обратите внимание, что в резервировании мы также можем выбрать предназначение. Какому бюджету мы будем резервировать денежные средства. И здесь у нас есть уже возможность внесения корректировок. То есть, именно в этом документе мы можем вносить корректировки резервирования. Вот сейчас у нас стоит новый. Мы можем нажать корректировка и указать документ, собственно, который мы корректируем. Например, вот этот мы выберем. И уже вносить корректировочные данные. Также мы выбираем настройку, которая нам нужна. Но нет, мы ничего этого делать не будем. Хорошо, тогда мы не будем это сохранять. Мы просто откроем и посмотрим, какие данные мы здесь вносим. Также мы вносим, так как мы указали именно эти настройки, в той настройке, которую мы выбрали, то мы вносим ЦФО, проект, статью бюджета. И указываем сумму, которую мы хотим зарезервировать по каждому периоду. Если у нас настройки, например, ЦФО вынесено в шапку, то здесь мы не будем указывать ЦФО. Тогда мы будем указывать здесь статью бюджета. Операционный план у нас будет только специально для одного ЦФО. И ЦФО будет указано в шапке. В планировании, да, вот у нас тут ПДС запланированное есть. Вот как раз видите, ЦФО у нас вынесено в шапку. Соответственно, весь этот операционный план на планирование у нас предназначен для одного ЦФО. Здесь у нас есть и другие аналитики, которые вынесены в шапку. И в данных планирования мы уже указываем только статью бюджета. и сумму за конкретный планирование. У нас мы видели, как корректируется операционный план с видом резерв. Сейчас мы посмотрим, как у нас корректируется операционный план с видом лимита. Для этого составляется заявка на корректировку лимита. Вот у нас уже есть созданная заявка, да. Мы здесь можем указать основания. То есть, если мы создали заявку на оплату, у нас идет превышение лимита, инициатор может указать конкретную заявку, по которой идет превышение лимита. И именно на эту сумму он может запросить увеличение лимита, для того, чтобы его заявка прошла. Но это необязательное поле, мы можем его не заполнять. Здесь мы указываем бит бюджета, период лимитирования, ЦФО и проект, и статью бюджета, которая у нас необходима увеличение лимита. И здесь та сумма, которая нам требуется для увеличения валюты и способ определения валюты. Отправляем это на согласование. У нас данный документ уже утвержден. И после этого вот кнопочка, да, мы нажимаем и вводим уже корректировку лимита в случае, если нам утвердили такую возможность. Мы откроем уже рецептную корректировку лимита. У нас она заполняется автоматически. Верхняя часть вся заполняется, потому что она, ну вот есть еще кнопочка, да, заполнить по основанию. Основанием является заявка на корректировку лимита. В ближней части мы должны указать, за счет чего мы будем обеспечивать данное увеличение лимита. Это может быть перенос из бюджета другого, ЦПО, проекта, либо статьи. Либо это просто увеличение лимита. И если мы будем добавлять вручную, то у нас тоже есть два этих варианта. Например, увеличение, да, вот здесь мы указали перенос. октябрь, указываем ЦПО. ЦПО указываем, то, которое у нас там, статью бюджета и сумму, на которую мы корректируем. Если это перенос, то здесь мы, значит, указываем, с какого ЦПО, с какой статьи бюджета мы переносим и какую сумму. Их может быть несколько. Сейчас мы рассмотрим на слайде. Вот, мы можем переносить, да, у нас может быть перенос одной суммы на несколько, так же, как и наоборот, может быть, из каких-то двух, например, других. ЦФО мы можем перенести вручение или нет. Нет, сохранять не будем. Трестировку резервов мы вот только что рассмотрели, да. Контроль лимитов по договорам у нас здесь есть. Это мы отдельно сейчас посмотрим на договорах. Вот мы сейчас и посмотрим с вами договора полностью. не только лимиты. Находится в разделе казначейства, да, и вот здесь договоры. Видов договоров очень много. То есть, если мы нажмем кнопку создать, то мы видим, что у нас преднастроенных видов много. Давайте посмотрим кредитный договор, например. Что мы здесь можем посмотреть и указать? Какие данные вообще указываются в договорах? Ну, помимо стандартных, это организация, контраген, да, мы можем указывать вид соглашения. Это может быть рамочный договор, договор с условием и спецификация к договору. Спецификация к договору обычно составляется к рамочному договору, если у нас нет каких-то специальных условий. с какого числа у нас версия это действует конкретно. Вот здесь у нас, видите, есть такое вот информативное поле, в котором указано, что нам доступна для получения вот эта сумма, но мы ее еще не получили. Соответственно, основной долг у нас 0. В условиях, что мы можем указать? Средства предоставляются единовременно, либо траншами. Сумма, которая нам предоставляется, валюта тоже выбирается, и период действия договора. Также мы можем указать безакцепное списание средств для того, чтобы автоматически у нас списывались эти средства, и нам не нужно было согласовывать это. Проценты. Здесь у нас очень обширное поле для заполнения. Тип процентной ставки мы можем указать как фиксированная, либо плавающая. Процентная ставка меняется со временем, либо она не меняется. Указываем, собственно, процент годовых, по которому нам дают кредит. Периоды платежей периодически, либо только в конце срока. Длительность периода мы можем тоже выбрать. Вести отсчет мы можем от даты открытия кредита, от получения средств, когда мы их забрали, либо от даты первого покошения процента. Через какое количество календарных дней у нас будет первый платеж. Расчетная база. Здесь мы можем выбрать несколько вариантов, они все предостроены, но можем создать свой вариант. Начислять проценты, как мы можем, на первый день, на последний, или и так, и так, на первый день, на последний. Правила переноса. В случае, если выпадает на нерабочий день, даты платежат, то на какой день мы будем его переносить. Здесь есть маркер, да, при переносе даты меняется, процент на период или нет, и дополнительно отображать процент на конец периода. У нас есть обеспечение, либо нет. Кандиданты указываем. И банковские счета мы можем здесь указать. Это не обязательно промыль для исполнения, но, однако, если мы их укажем, нам это значительно облегчит работу с платежами. Эти счета автоматически будут указаны в заявках на оплату, в платежных выручениях, по всех дальше документах мы будем проходить. Также в графиках, в платежах тоже будет это все указано автоматически. Планирование и учет. Мы указываем вид расчета. Использование графика. Смотрите, здесь мы можем создание заявок указать и создание позиций контроль лимитов. Раньше вот не было этого возможности выбора создания позиций. Чем отличается? Создается платежная позиция, которая отражается в платежном календаре. Создается платежное получение, попадает в реестр платежей, но не создается заявка на оплату. Соответственно, нам не нужно контролировать создание заявки, нам не нужно ее согласовывать. Вот этого всего у нас не будет. У нас сразу формируется платежная позиция на конкретную дату. Это очень удобно, когда у нас используются договора с постоянными платежами, например, аренда, лизинг, кредит, недоговор. То есть, если у нас регулярно, каждый месяц, в одну и ту же дату происходит, а платеж в размере одной и той же суммы, то это очень удобно. режим актуализации заявки. Это мы по настройкам системы, это вот как раз то, что мы настраивали в настройках казначейства, либо в неактуализации. Счета учета. Здесь мы можем настроить бюджетирование. Мы можем выбрать СФО, которое также будет проходить во всех последующих документах и в заявке на оплату, если мы их указываем, в платежных поручениях, в графике договора, ввести основной проект и приоритет. Мы тоже можем указать. Параметры операции графика. Здесь мы выставляем, какие аналитики, какой операции графика будут соответствовать. Тоже до 6 аналитик. И выбирать статьи бюджета, которые будут соответствовать операции графика. Вот эта настройка у нас выполнена. Соответственно, у нас гораздо легче и проще будет выходить настройка графика. График расчетов. Здесь мы видим, что у нас каждая дата. У нас есть получение кредита и у нас есть остаток. И у нас есть, собственно, сумма, которую мы должны платить. В нижней части мы видим как раз расшифровку. Какая дата, какая сумма, какая операция графика у нас идет, плюс по каким статьям она проходит. Статья бюджета у нас указана. И аналитики, если они у нас есть. Вот эти все расшифровки, их можно добавлять вручную. То есть мы можем добавить, выбрать операцию графика, в которой мы были преднастроены. Например, плата процентов. Выберем дату. Укажем какую-то сумму. Аналитики позиции. Вот то, что мы преднастроили в договоре, оно автоматически у нас с вами здесь появляется. Если мы те настройки не выполнили в договоре, то здесь каждый раз, вот сколько, здесь протяжение на целый год, здесь каждый раз мы будем тогда выбирать для того, чтобы в заявку на оплату у нас все данные попадали и заявка у нас могла проводиться. Вот что организация, да, ЦФО, статья бюджета. Мы можем пересчитать график. Мы можем автоматически либо вручную выполнить вычисления. Мы можем отображать фактические данные для того, чтобы отслеживать выполнение условий договора. Да, вот мы видим, у нас есть начисление по графику, фактическое и отклонения, какие у нас есть. Например, вот мы произвели оплату, да, и мы можем обновить факт, и мы увидим, что, а, вот, да, факт у нас сейчас внесен. Можем загрузить график из какого-то табличного документа, можем переносить фактические данные. Все это нам здесь доступно. В графе НСПО мы можем выбирать параметры учета. Здесь тоже необязательные поля, поэтому можем выбирать, можем не выбирать. Во вкладке Дополнительного мы можем указывать подписант, альтернативное номинование, хранение договора, ну и какие-то комментарии, да, вот здесь мы можем указывать. Контроль документа в данном случае не требуется, да, но может тоже выполняться. Это по кредитному. Можно посмотреть еще какой-то, да, с поставщиком. Договор. Здесь мы видим, что у нас есть жесткий срок договора, с какого по какое. Можем зафиксировать сумму договора. Если поставим галочку, поставим сумму, то эта сумма у нас будет зафиксирована, и она будет контролироваться. Здесь мы видим рамочный договор, но здесь мы не посмотрим за ту графику платежей, да. И вот мы видим, что здесь есть номинование версии и когда оно действует. В условии по договору в целом, здесь также мы можем выбрать, давайте посмотрим какой-то другой договор с поставщиком. У нас здесь тоже нет. Здесь тоже нет. Посмотрим. Вот мы можем выбрать по договору в целом, по заказам, по накладным. Но только по договору в целом, если мы выбираем, то у нас есть возможность формировать платежи по графику. К сожалению, если мы выберем по заказам, у нас пропадает эта вкладка, и такая возможность у нас уже не будет. Валюту платежей мы выбираем. Допустимые задолженности, не более. Мы можем установить контроль по договору, контроль задолженности контрагента по договору. Здесь мы можем указать какую-то сумму, например, 300 тысяч. Мы указали 3 миллиона. Хорошо. Здесь мы можем выбрать условия оплаты. Это обязательный короб для заполнения. Условия оплаты это тоже справочник с данными. Но здесь нет предоставленных данных. Все данные мы вносим сами. Причем они вносятся очень удобно в полуавтоматическом режиме. Мы выбираем аванс, за какое количество дни и в каком размере. Либо постоплата, либо и то, и другое. И за какое количество. Здесь можно выбирать сколько угодно позиций. Если мы нажмем записать, то у нас будет записать. Автоматически формируется название, в котором мы видим, что мы хотим выбрать. Формирование платежей. Вот здесь как раз у нас идентификатор платежа формируется. То есть если у нас госзакупки, мы здесь можем указывать идентификатор платежа и он у нас также будет во всех связанных документах участвовать. И заявки на оплату, и получения. Везде он у нас будет зафиксирован. Способ формирования платежей. Вот есть такая уникальная возможность, как формировать график платежей. Мы его сейчас рассматривали. Можем посмотреть еще раз. Также можно безакцептное списание денежных средств указать. Банковские счета для простоты работы. Можем указать ставку пень для того, чтобы у нас в случае просрочки у нас уже были вот эти настройки, которые автоматически перейдут в претензию, если такое нарушение будет. Обеспечение и прочее. Планирование. Мы тоже можем выбрать у нас приоритет при выставлении заявки. Использование графика. То есть это опять либо заявки, либо создание платежной позиции. Режим актуализации графика. Здесь у нас уже есть больше вариантов. Мы можем, минуя те настройки, которые мы выставили, указать, создавать новые версии. И режим актуализации заявок. В бюджетировании мы также указываем цифру, проект, статью денежных средств, статью начисления. График поставок. Здесь мы можем указывать, но это в основном для раздела закупки. График расчетов. Мы можем пересчитать график от даты начала действия договора или от даты начисления. Да, мы не указали дату начала. Например, 0,1, 10, 20. Теперь мы можем пересчитать график от даты начисления. Например, так как дату начисления указали. И у нас будет пересчет графика. В нижней части мы видим расшифровку по нашему графику. Также те же возможности у нас есть, как и в кредитном договоре, отображать факт, обновлять его. Мы здесь будем видеть фактические данные и отклонения. Сейчас мы тоже видим фактические данные и отклонения. Переносить и загружать график. Следующие вкладки они те же самые. Мы сейчас переходим к заявке на оплату. Посмотрим заявки на оплату. Тоже, которые находятся у нас в разделе казначейства. заявки на оплату. Например, рассмотрим заявку на оплату поставщику. Здесь мы выбираем стандартные данные. Это организация, контрагент. Выбираем приоритет, договор. сумму и дату мы указываем, валюту тоже. Если мы не указывали в договоре, то есть у нас подтягивается информация с договором. Если мы это не указали, то мы указываем счет контрагента, указываем счет организации, с которой будет проводиться платеж. Смотрите, у нас назначение платежа автоматически формируется. Это назначение платежа у нас будет переходить и в платежное поручение. В аналитике планирования мы указываем ЦФО проект. Период контроля выбирается автоматически, так как мы указываем дату оплаты, которую мы хотим. И здесь у нас уже идет собственно аналитики по нашему платежу. Мы указываем статью, движение денежных средств, сумму и дополнительные аналитики, если они нужны. Контроль документа у нас здесь выполняется. Это на контроль лимитов, контроль резервов. И если мы устанавливаем в настройках, то также контроль по договору с контрагентом у нас тоже указывается и тоже контролируется. Давайте вот посмотрим такую заявку. Очень примечательно, что как раз здесь не выполнен контроль бюджетных лимитов, так как мы указали в нашем виде настройки, что мы хотим, чтобы у нас было только предупреждение о превышении лимитов, там не нужно блокировать проведение, то у нас есть такое информирование о том, что контроль лимитов превышен. И даже в форме списка наших заявок мы видим как раз это обозначение о превышении лимита. Автоматически у нас сюда нагружаются заявки из договора. если мы устанавливаем настройках автоматическую загрузку, ну и конечно можем мы вручную заявки формировать. Сейчас мы перейдем в платежный календарь. Управление ликвидности подразумевает балансировку остатков денежных средств на счетах организации и состава группы компаний. В качестве инструмента для управления ликвидности используется как раз отчет платежный календарь. Давайте мы посмотрим. Платежный календарь. Вот он у нас сформирован. Что мы здесь можем видеть? мы видим, что у нас в платежном календаре отображаются данные во всех валютах. Здесь у нас банковские счета, банки и в каких валютах. Здесь мы видим, что у нас по дням идет разбивка на то количество дней, которое мы указываем на стройках. Есть входящий остаток. Есть вот такая функция отображать обороты. И в этом случае мы видим поступление и списание. У нас разделяются отдельные обороты. И вот обратите внимание раскраска. Мы сразу видим, где у нас излишек денежных средств, где у небольшого количества денег. Но в данном случае кассового разрыва нет. Так бы подсвечивалась красная. Мы можем обновлять данные в платежном календаре, особенно когда изменяем какие-то настройки. У нас может быть моделирование, оптимизация, остановить платежи может быть здесь. Здесь мы можем включить компактный режим масштабирования, отображать заголовки, отображать диаграмму. Сейчас посмотрим. Вот у нас такая вот кодная диаграмма. Можем отображать все заявки. мы можем все выбрать. Так, давайте посмотрим вот по этой форме. Здесь у нас есть форма детализация, в которой у нас отображаются все заявки на выбранную дату. То есть мы можем установить в конкретный день, либо по конкретному счету, либо просто по общим остаткам. И у нас здесь выгружается список всех заявок, которые на эту дату. И выгружается он причем вместе и в рублях, и в другой валюте. Из этой же формы мы можем создать реестр платежей и отложенные. Во вкладке операции мы можем увидеть все операции либо только по ячейке, которую мы выбрали в платежном календаре, сделать отбор организации по виду операции, сохранить версию платежного календаря, вот ту, которая сейчас у нас есть, мы можем сохранить и можем выгрузить ту версию, которая у нас уже была настроена. Выбрать ее, да, вот. Да, ну вот здесь вот все то же самое. Настройки. Здесь мы можем выбрать период планирования, сделать отбор по организации, валюте, по банку, горизонт краткосрочного планирования выбрать и видимость просрочных платежей. Здесь мы можем указать группировки, которые нам нужны. Ну, здесь выводить остатки и вот смотрите, плановые курсы валют, мы можем указать тот курс, который нам нужен, который сейчас предостроен. Например, 70 рублей мы можем указать и в этом случае пересчет будет по тому курсу, который мы преднастроили. Тучность прогнозных значений это вот как раз то, что мы видели в настройках казначейства. Здесь мы можем изменить и на конкретную сегодня просмотр платежного календаря у нас будет вот по тем настройкам, которые мы сейчас выставили. Оптимизация календаря тоже мы можем выбрать настройки, например, мы не можем использовать или не можем менять дату платежа. Что мы можем сделать из платежного календаря? Вот здесь, когда у нас появляется заявочка, мы можем ее разбить на несколько частей, перенести дату оплаты, можем изменить счет, с которым мы хотим произвести оплату, причем счет мы можем переносить даже по платежному календарю в ту ячейку, в которую мы ее отнесем, в той и будет находиться у нас заявка на оплату. Мы можем также пополнить счет с помощью собственных средств, приобретения валюты, либо внутригрупповое финансирование, привлечение кредита, списать, также те же возможности у нас есть, и мы можем посмотреть информацию по банковскому счету. Давайте мы сделаем списать, например, перевод собственных средств, а мы не на третье число мы поставим здесь мы выбираем у нас выбрано с какого счета списать и нам нужно указать на какой счет мы хотим зачислить. Например, давайте на этот мы зачислим сумму, которую мы хотим зачислить, например, 10 тысяч. Мы видим, что у нас есть остаток на счете, остаток на счете на том, который мы выбрали. И окей. У нас появляются операции и вот смотрите, мы можем перенести на предыдущую дату, но здесь указано какую дату мы хотим перенести. Изменить счет. Это соответственно изменить счет, с которым будет принято оплату. Разделить на несколько частей, на две-три части, сколько вам нужно и в каком объеме вы хотите это сделать. Очистить и отложить мы можем. Вот это варианты, которые мы выбрали как возможность для казначей. Здесь мы можем создать регистр платежей. У нас уже есть созданный реестр платежей, поэтому мы обратимся к нему. Что может реестр платежей? Мы можем согласовывать платежную позицию по организации на указанную дату. Можно исключать платежи из регистра платежей в процессе согласования. Можем формировать платежные поручения на основании заявок на оплату после утверждения реестр платежей. Смотрите, у нас из заявки на оплату в платежное поручение с помощью реестр платежей у нас переходят все аналитики, которые указаны в заявку на оплату. То есть нам не нужно будет обогащать еще платежные получения. Это все автоматически перетекает. Давайте посмотрим. Хорошо. Да, везде у нас по одной позиции. Я хотела показать, как можно исключать. Ну, хорошо. Вот мы видим, что у нас есть одна заявка в реестр платежей. Мы видим, что мы можем показать, как мы можем вывести список. здесь у нас указывается собственный тонис заявок, исключена она или не исключена, валюта, контрагент, договор, банковский счет, цифро, ответственный, кто исключил и причина исключения. Кто исключил и причина исключения, он оставится не только, когда мы формируем реестр, так как сам инициатор может исключать заявки, он может приставлять галочки, там, где исключено, и убирать эти заявки. В этом случае будет формироваться автоматически, кто исключил. Но также, когда мы отправляем на согласование наше реестр платежей, любой из согласовантов может исключить какие-то платежи из реестра. В этом случае его данные будут формироваться автоматически, и он может указывать причину, по которой он исключил для того, чтобы инициатор, а также казначей понимали, почему исключили и может быть включить уже в другой реестр платежей. Организация обязательная форма для исполнения, то есть у нас реестр платежей может относиться к группе компаний, он у нас относится именно к конкретному юридическому лицу, к которому прибирается реестр платежей. Здесь у нас будет, когда мы создаем реестр платежей, у нас есть возможность создать платежные поручения, и у нас создаются платежные поручения. Мы сейчас тоже посмотрим, как мы говорили, все аналитики и заявки на оплату перетекают платежные поручения, и они автоматически здесь указываются в назначении платежа, в том числе ЦФО, все данные, которые были указаны в расшифровке платежа, договор, статья движения денежных средств, то есть все данные указываются в платежном поручении. В генерации платежей мы нажимаем сгенерировать платежки, вот у нас появляются платежные поручения. мы их можем провести самостоятельно вручную, но вообще они проводятся из вот этих вот, из рабочего места генерации платежных поручения. Что мы можем здесь сделать? Мы можем, если у нас настроена работа с 1С Директ Банк, то мы можем не выгружать, загружать файлы с клиент банком, мы можем прям в программе 1С управления холдингом отправить электронный документ платежного поручения в банк, мы можем создать электронный документ, посмотреть, и другие функции нам доступны, то есть это все будет гораздо быстрее происходить. Либо мы можем воспользоваться стандартной формой работы с клиентом банком, то есть мы здесь выбираем файл, который мы будем выгружать, здесь будет список, мы отмечаем какие конкретные платежки нам нужны, соответственно банк, но вот эти все мы устанавливаем, то есть автоматически установился, но у нас сейчас просто нет неоплаченных платежек, поэтому они загружаются. И также забруска из банка, мы выбираем файл, нажимаем загрузить и у нас выгружаются данные, которые разносятся. Вот мы видим обмен с банком у нас может быть через стандартную работу клиент банк, это все банки работают с этой формой, с этими файлами по одному и можно воспользоваться директ банком, это технология обмена с банковскими системами, перенос документов из одной программы в другую в рамках 11 и все происходит. Особенно это актуально, когда используется в организации несколько банков, так как нам не нужно погружать каждый файл в конкретный банк, мы все можем делать по одному рабочему вести. Здесь нам показано как отправка платежей происходит в директ банке, нажимаем выгрузить, указываем какие конкретно платежки нам нужно выгрузить и отправить в банк. Здесь мы заполняем форму подписания электронного документа. Здесь у нас получение выпуски, загружаем какие конкретно банковские выписки и загружаем и у нас происходит загрузка. Получение выписки из банка, прошу прощения, вот мы видим в дополнительном окошке еще, мы открываем обмен с банком и запросить выпуск. Можем отозвать платежные поручения тоже с помощью меню. валютный контроль. Рассмотрим валютный контроль. У нас наверное нет данного платежного поручения в валюте. Когда у нас платежное поручение в валюте, у нас отображается вкладка валютный контроль. вот мы ее сейчас здесь видим, здесь у нас указываются дополнительные вкладки, такие как код плательщика, вид валютной операции, счет понятно, номера таможной декларации, мы подгружаем печатные формы документов, которые нам необходимы для валютного контроля. вот валютный платеж нашла, вот у нас заполнены эти данные, таможенные декларации не заполнены, но их можно добавлять и указывать. Управленческая отчетность, да, в управленческую отчетность у нас входит несколько типовых отчетов, которые у нас преднастроены, также можно в смысле выполнять дополнительные настройки по этим отчетам, это анализ дебютерской задолженности, анализ движения денежных средств, анализ потоков денежных средств, ведомость по денежным средствам, исполнение графиков оплаты, состояние моих заявок и отчет по лимитам. Давайте рассмотрим сейчас некоторые из них. Например, очень важный отчет по лимитам. Мы здесь формируем отбор, по которому мы будем выполнять формирование отчета. Что мы здесь видим? Мы видим, что у нас в отчете это выражено ЦФО, статья бюджета и аналитика, а также период планирования в декабрь, ноябрь, октябрь. Мы видим установленный лимит. вот установленный лимит. Резервы наши, которые мы указывали в оперативном плане, заявлены. Это те заявки, которые у нас созданы, утверждены, но не пачены. Фактически да, это то, что у нас уже оплачено, это то, что проведено. И видим ожидание исполнения плана, причем в абсолютном выражении, так же в процентном выражении, и что у нас доступно, а также что у нас к обеспечению, какие суммы у нас доступны. Настройки, конечно же, мы тоже можем с вами менять, что-то дополнять, либо убирать, это как нам нужно. еще мне нравится отчет состояния моих заявок. Помимо того, что у нас идет обещение инициатора заявки на оплату, о том, что заявка прошла согласование, о том, что заявку включили в реестр платежей, о том, что заявка оплачена, так как это все происходит этапами, тяжело отслеживать инициатору, когда у него очень много заявок, а также тяжело казначею тоже отслеживать, когда много заявок, что там с ними происходит. Вот есть такой отчет моих платежей. Здесь у нас отображаются все заявки, которые сформировал инициатор. и мы здесь видим состояние исполнения. И вот мы видим, что вот это исполнено, вот это ожидает исполнение. Почему она ожидает исполнение? Почему ее не оплатили? Мы можем ее открыть и посмотреть, что же у нас с этой заявочкой и вот таким образом держать на контроле. Здесь у нас есть и валюта, то есть вот из заявок принесены и вот все необходимые данные для контроля. Также есть дополнительная возможность для настройки данного отчета. исполнения исполнения графиков договора. Сформируем его и вот мы видим, насколько у нас выполняется, причем мы видим, что отображаются и периоды договора контрагента и статья бюджета. и вот здесь мы видим, какие отклонения очень четко красный момент оброшены и мы сразу видим, что у нас отклонения по такому договору, по такой статье бюджета. Для контроля очень хороший отчет. Какой еще мы посмотрим отчет? Давайте анализ спиторской задолженности посмотрим сформировать и здесь мы видим по контрагентам. Здесь у нас разбивка по контрагентам, а также мы видим, что здесь разбивка по количеству дней задолженности в абсолютном выражении, в процентном выражении и график для визуализации один график вторым графиком. Ну вот мы рассмотрели в принципе все пункты, которые мы хотели посмотреть в рамках подсистемы казначейства в 1С управления холдингом 3.1. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров 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 Продолжение следует...